Сейчас я бы хотела объявить нашего следующего докладчика. Братусь Борис Сергеевич, основатель и руководитель Московской школы христианской психологии, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. И несмотря на то, что много-много лет Борис Сергеевич руководил направлением психологии личности в Московском государственном университете, в течение последних девяти лет он девяти или даже больше руководит факультетом психологии Московского православного университета имени Иоанна Богослова. Это направление является единственным в России, по которому можно получить степень магистра, направление именно христианской психологии. Борис Сергеевич автор 12 монографий, более 300 статей и руководитель многих научных докторских работ. Ваше Высокопреосвященство, всечестные отцы, дорогие коллеги-преподаватели, братья и сёстры. Наша конференция в этом году посвящена теме творчества. И мы только что выслушали замечательные, блестящие доклады, связанные с богословием, с христианской педагогикой, с повседневной жизнью и упованиями школы. И по теме конференции мы должны рассматривать творчество, призваны рассматривать творчество со стороны богословия, педагогики и психологии. Я позволю себе сказать несколько слов о психологии. Психология занимается творчеством уже достаточно давно. Есть целый раздел психологии, который так и называется – психология творчества. Но, тем не менее, положение в психологии с изучением творчества, на мой взгляд, находится в таком несколько кризисном состоянии. Это обусловлено прежде всего тем, что психология в истории возникла определенным образом. И вот, к сожалению, нам придется в эту историю немножечко окунуться. Дело в том, что один из психологов, немецкий психолог Герман Бенгаус, когда-то сказал, что психология имеет давнее прошлое и короткую историю. Давнее прошлое – это тысячелетие. Первая работа, которая дала название нашей науке – это работа Аристотеля о душе, это IV век до н.э. И фактически два тысячелетия душа была несомненным и бесконкурентным предметом психологии. Но, начиная с нового времени, эти предметы были другими, они постепенно становились другими. И к середине XIX века психология отказалась от исследования души. И, собственно, вот это длинное прошлое, более двух тысяч лет и очень короткая история. Психология – молодая наука, как наука. Ей нет еще и 150 лет. И вот в эти 150 лет психология меняла свой объект. Это были реакции, это были рефлексы, особенности мозговой деятельности, сознания, поведения. И поэтому, прежде чем обращаться к психологии в отношении творчества, с этой коллизией надо разобраться. Потому что для большинства людей психология по-прежнему остается наукой о душе. И с этой установкой приходят студенты на студенческую скамью. И дальше они изучают все, что угодно, но только не душу. И в конце концов они смиряются с этим и пополняют ряды психологов, изучающих отдельные процессы, переименовывающих те или иные душевные процессы, дающие новые оценки и так далее. Поэтому этот подход в психологии является достаточно распространенным. И психология является в этом плане единственной наукой, и все творчество которой направлено на то, что то, ради чего она замышлялась, не существует вообще. И в этом отношении характерны разговоры психологов о душе. Значит, если вы возьмете, скажем, психологические словари, то, как правило, вы не найдете даже такого термина «душа». А если такой термин появится, то он будет трактоваться примерно следующим образом. Устаревшее название психики. Историческое, так сказать, ушедшее название психики. И мне кажется, что здесь такой очень важный момент, который как бы надо осознать и психологам, и, в общем, для того, чтобы относиться к психологии или строить ее с каких-то других позиций. Ну, то, что психология, так сказать, обходилась без души, это связано с объективным ходом, культурно-историческим ходом. Вот, эта потеря состоялась на рубеже веков, 19-го, 20-го. Вот что, например, пишет естествоиспытатель швейцарский Август Форель. «В прошлое время начало и конец большинства научных трудов посвящали Богу. В настоящее же время почти всякий ученый стыдится даже произнести слово «Бог». Наука на место Бога поставила материалистические кумиры или слова, представляющие отвлеченные понятия – материя, сила, атом, закон природы – часто не более стойкий, чем осмеиваемые ею религиозные догмы и начала преклоняться перед ней». Что касается психологии, то важным здесь является для понимания вот этого перелома, а в известном степени раскола, на самом деле, являются слова основателя российской психологии Георгия Челпанова. Вот он писал в 1888 году. «Хотя психология, как обыкновенно принято определять ее, и есть наука о душе, но мы можем приняться за изучение ее без души, то есть без предположений о сущности, непротяженности ее, и можем держаться в этом плане примера физики. Иначе говоря, весь метафизический, так сказать, пласт был срезан, и психология стала строиться по примеру тогдашней физики. Именно тогдашней физики, потому что нынешняя физика находится в таких серьезных тупиках, которые, в общем, позволяют говорить и о метафизическом пространстве в ее материи. Итак, это был, повторяю, некий такой раскол, самый настоящий, очень серьезный перелом. И замечательный русский философ Семен Франк писал в 1916 году, «Мы не стоим перед фактом смены одних учений о душе другими, а перед фактом совершенного устранения учений о душе». Прекрасное обозначение психологии, учения о душе было незаконно похищено и использовано как титул для совсем иной научной области. Что же заменило душу, вот то большое пространство, как оно звучит сейчас? Что изучают, собственно, психологии? Психологии изучают психику, психическое отражение, различные функции психические, высшие психические функции, их отражение в мозговой деятельности и так далее. Но для того, чтобы понять и ощутить, насколько эта подмена неадекватна, не надо быть психологом, и можно провести такой, обычно я предлагаю провести такой простой, очень мысленный эксперимент. Взять словосочетания, в которых употребляется слово «душа» или слово «душевное». Ну, например, мы можем все с полным правом сказать о том, что в этой школе, в школе святого евангелиста Иоанна Богослова, благодаря усилиям, благодаря терпению директора, всех преподавателей, мы можем констатировать замечательную душевную атмосферу. Или, например, мы можем сказать о супругах, которые прожили долгую счастливую жизнь, что они жили, им очень повезло, они жили душа в душу. Теперь попробуем заменить слово «душу» на психику. Тогда первая фраза будет звучать следующим образом. Благодаря усилиям директора и преподавателей школы евангелиста святого Иоанна Богослова, значит, здесь создана замечательная, всеми ощущаемая психическая атмосфера. Относительно супругов мы можем сказать, что им очень повезло в своей жизни, они живут психика в психику. Естественно, каждый человек почувствует диссонанс и почувствует несовпадение понятий. Понятий, которые нельзя заменить одно другое. И надо сказать, что этот раскол, он, с одной стороны, принес очень много успехов в психологии действительных, вот, а с другой стороны, с другой стороны, получилось очень много утрат. Причем эти утраты, они продолжаются. В 1964 году в британской энциклопедии, в разделе психологии, в статье о психологии, было написано, что следующие слова, нелишенные английского юмора. Бедная, бедная психология. Сначала она утеряла душу, потом она утеряла сознание, и теперь она испытывает тревогу по поводу поведения. То есть этот путь, как бы начатый в свое время, он продолжается. И в настоящее время, например, такая модная болезнь, это исследование мозговых процессов, в которых новыми средствами, с применением замечательной дорогостоящей техники и так далее, упование на том, что мы там в мозгу, значит, обнаружим секреты человеческой жизни. Это напоминает обвинение в свое время святому Луке, воину Ясенецкому, который был, как известно, великим хирургом, ученым. И когда его арестовывали, то чекисты сказали, товарищ поп, вот вы там режете людей, вы же там Бога не видите. Но он сказал, да, я много раз оперировал мозг, но я там и мыслей не видел. Но, видимо, так сказать, это попытка все-таки увидеть там в мозгу эти мысли, которые должны выручить нас. И вот современный, скажем, ученый, он пишет, что термин «психика» вызывает все более неоднозначную реакцию от полного его неприятия до желания заменить на что-то другое. Нам кажется разумным отдать содержание термина «психика» на откуп философам. Тогда психолог не будет ограничен неопределенностью понятия «психика», а будет работать с конкретными психическими явлениями и изучать мозговые механизмы их возникновения. То есть уже и слово «психика» становится таким неопределенным для многих слишком, его нельзя тоже умять в цифру, и поэтому оно, так сказать, как бы находится на грани исчезновения в этой линии психологии. И это напоминает, на мой взгляд, едкое выражение Льва Толстого, который говорил об ученых. Он говорил, что ученые углубляются в тень предмета и радуются, когда эта тень сплошная и густая. В этом плане действительно мы изучаем как бы тени явлений в психологии тоже тени, которые должны отбрасываться каким-то предметом, предметом главным и определенным. То есть фактически душа, как исходное жизненное начало, ушла из психологии, которая устремилась на исследование ее тени, а далее тени этой тени, орудия осуществления мозговых механизмов, корреляции и так далее. Свет души, конечно, в рукописаниях и исследованиях ученых, а не в действительности, он начинает как бы гаснуть. И вот эти сумерки, методологические как бы сумерки, они становятся привычной методологической действительностью нашей науки. В результате, несмотря на фантастическое разветвление психологии, многочисленные исследования, часто очень остроумные и тонкие, все более глубокое проникновение в мозговые механизмы, несмотря на все это, психология остается в известной степени блужданием в сумерках и усилием в потьмах. У шведского режиссера знаменитого Ингварда Бергмана есть слова о том, что современный человек остался на теплой и грязной земле под холодными и пустыми небесами. Применительно к психологии, мне кажется, можно сказать следующее, что психология действительно много исследует в деталях, в деталях вот непосредственного бытия человека, в тонких взаимоотношениях восприятия, памяти, внимания и так далее, и так далее. Что же касается души, то в известной степени она как бы закинута на небеса, вот закинута где-то далеко. Я когда спрашиваю студентов даже, не говоря о моих коллегах, вот так сказать, что вы думаете о душе, мне как-то так всегда напрягаются немножко и говорят, ну это что-то с религией связано, это что-то так сказать, то есть это что-то очень далёкое, далёкое. Вот там где-то, да, там вот, наверное, там чего-то есть, но это не то, что имеет отношение к нашей жизни, не то, что имеет отношение к конкретности. И вот можно, так сказать, как бы или даже, может быть, нужно вот наивно вернуться к понятию такому, а что такое душа, да? Вот это действительно что-то там на небесах, которое можно там закинуть, и когда-то нам понадобится смертный час или ещё где-то, да? Или же это повседневный инструмент человеческой жизни. Повседневное бытие. И вот если взять, например, такой авторитетный, достаточно книгу, которая называется «Полный церковно-славянский словарь». Он был издан до революции, то есть ещё до, так сказать, эры коммунистического, так сказать, богоборчества. И вот там мы читаем, что такое душа. Вот значение, значение. Слово души, так сказать, в русском языке. Можно найти аналоги в любом другом, конечно, языке. Первое – начало жизни чувственной, общее человеку и бессловесному животному. Второе – самая жизнь, то, чем человек живёт, пропитывается. Третье – сам человек. Тоже повторяю, дело не в церковно-славянском словаре. Спасите наши души. Это значит «спасите меня», спасите, так сказать, просто мою жизнь. Четвёртое – духовная часть существа человеческого, противополагаемая чувственной или телу. Вот. Вот это как бы то самое значение, особое, так сказать, значение, связывающее человека с Богом. А дальше. Пятое – начало жизни, помышлений, ощущений и желаний, собственно, человеческих. Которые берутся иногда отдельно от души и одна от другого. Шестое – начало мысленной и умственной жизни. Седьмое – желание, воля, дух, бодрость, самочувствие, образ мысли, чувствование и самой жизни. Восьмое – наружный вид, внешнее состояние. Что-то ты, душенька моя, сегодня плохо выглядишь. Вот. Девятое – тело, чрево, аппетит. Вот. Человеку в застолье могут сказать, твоя душенька довольна, или, может, ещё хочешь там икры, или ещё что-то такое. Десятое – умершее тело, мёртвое тело, труп, живые, так сказать, мёртвые души. Одиннадцатое – сердце. Двенадцатое – существо, живое, дышащее и так далее. То есть, как бы, нам надо вернуться к тому пониманию, что душа, душа, она, так сказать, вместе с нами находится. Она живёт 24 часа в сутки. Она думает, переживает, страдает, на ней, по ней кошки скребут или ещё что-то. Она уходит в пятки, когда мы… и так далее. Это всё, всё человеческая душа, при том, что есть в ней, так сказать, от этого нижнего края есть высокий край. Это вот четвёртый пункт этого большого списка – душа как духовная часть существа человеческого. И понятно, что когда речь идёт о духовной части существа человеческого, то, так сказать, это особые способы, это молитва, это религиозное постижение и прочее. И оказывается удивительный факт, что всё остальное, огромные вот эти пласты человеческой душевной жизни, они открыты, открыты для исследования, в том числе психологии. Потому что память, внимание, мышление – это, собственно, состав общей психологии. И здесь очень важная, так сказать, проблема стыковки как раз теологического взгляда, богословского и философского. Потому что психология может быть понята в полноте только в свете теологии, в свете христианской антропологии, в свете. И при этом, да, действительно, нужны психологи, нужны исследователи, нужно исследовать каждую особенность психической жизни, функции и так далее в этом свете. И напомню, значит, ещё такую сделаю, попробую сделать иллюстрацию, напомню известную всем сцену, когда ученик чада преподобного Серафима Матавилов спрашивает его, вот как сегодня владыка Евгений говорил, а практически как, вот благодать Божия, да, я знаю, вот да, говорят, благодать, а вот как она, вот какая она, благодать? Вот я бы хотел батюшка Серафима это узнать. Это происходит сцена зимой, не такой, как нынешняя, настоящая суровая зимой, в лесу, снег, они рубят дрова, понимаете? И преподобный Серафим берёт Матавилова, берёт его за руки, смотрит ему в глаза и говорит, ваш преподобный, что вы чувствуете? И Матавилов говорит, я чувствую тепло необыкновенное в теле, а ещё что вы чувствуете? А я чувствую, я чувствую запах какой-то, благоухание я необыкновенное чувствую, а ещё что чувствую? Чувствую такую радость и так далее, понимаете? Он показывает ему, что такое благодать. А через что он показывает? Простите меня за прос, он показывает через психические функции, через чувства человеческие, понимаете? Поэтому и с другой стороны, когда вот я тоже очень часто слышу и от священников, ну что в вашей психологии? Ну что вы того, понимаете, по сравнению с высотой и с глубиной духовной жизни, что там вы копаетесь, где-то копашитесь в какой-то ерунде, да? Но у нас нет других ворот, кроме вот того, что мы видим, чувствуем, обоняем и так далее. Психика является воротами, воротами в том числе и в духовную жизнь. Поэтому ценность вообще этой вот самой психики, она огромна, и кроме того, надо понимать, что это дар Божий. Этот инструмент – дар Божий. Когда говорят, нужна психология, не нужна психология. Это, так сказать, слова о чём? Надо изучать Божье творение или не надо изучать Божье? Другое дело, как мы изучаем, там, хорошо ли, плохо, нравится нам это или не нравится, понимаете? Это уже другой вопрос. Вот, и поэтому мне представляется, что как бы в настоящее время, в настоящее время вот этот раскол, раскол, его надо по возможности как бы ликвидировать, и надо понимать то, что психика, психика является, ещё раз хочу повторить, так сказать, бриллиантом творения, потому что психика позволяет нам видеть этот Божий мир, ощущать и так далее. Её изучение является благотворным и абсолютно необходимым. А, так сказать, понятие души, оно вот должно, ну, немножко спуститься на землю, потому что, повторяю, душа, душа, душа трудится постоянно. Она трудится постоянно, её надо тренировать в её, так сказать, тружении и служении. И она рассчитана, собственно, на то, чтобы приводить нас к спасению, приводить нас к пониманию Божьей правды. И опять же, не так вот абстрактно, временами и, в общем, в каких-то определённых условиях, а, по сути дела, поступать в этом направлении ежедневно. Ну и, конечно, подобного рода направления в психологии пока не являются таким главенствующим, но истина никогда не решается голосованием. Но, во всяком случае, вот есть действительно такая школа, московская школа христианской психологии, вообще христианской психологии. И вот в нашем университете мы как бы побратимы получаемся, потому что у нас православный университет святого Иоанна Богослова. Вот, и на факультете психологии наш такой, как бы, лозунг или, как говорят сейчас, слоган, слоган – это вернуть душу научной психологии и научную психологию души человеческой. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Это кажется, что это проникливая дорога. Вы согласны, что это хорошая дорога? Материалисты уничтожили существование души, но сейчас эти аргументы не выглядят так хороши, когда реэкзаменов, в том числе современной сферы. Я попробую перевести. Да, sorry. Вопрос о том, что есть сейчас возрождение среди англо-американской философии. Как это перевести по-русски? Substance dualism. То есть направление вот этого субстанциального дуализма, где, в общем, возвращение к теме души и, так сказать, попытка ее, в общем, вернуть в материалистическую философию. Я правильно поняла. Вот. Как вы к этому относитесь? Что вы думаете по поводу вот этих современных тенденций? Большое спасибо за вопрос. Он очень важный. Мне представляется, что наука вообще в целом, ну и уж по крайней мере наша наука психология, она так или иначе отвечает на некоторые глобальные вопросы, которые становятся актуальным в определенное время. Условно говоря, это вопросы, которые начинают висеть перед всеми. Понимаете? Осознают они это или нет? Вот. Общая тревога, там, современного мира, там, и так далее. И вот этот вопрос, он как бы с разных сторон начинает видеться ученым. И не только ученым, но и вообще людям. И поэтому проблема духовности – это один из главных вопросов современного бытия, подходы к которому могут быть разными. Другое дело, что мы, так сказать, стоим на почве христианской антропологии. Мы именно. Но этот вопрос мучит не нас только, он мучит весь мир. Я бы вернулся вот к тому, что говорил отец Алексей о словах Бориса Нечипорова. Это наш, это мой студент бывший, царство ему небесное. Он говорил о том, что ему не нужно православное гетто. Вот такое жесткое слово. Он закончил свою жизнь короткую, он умер в 50 лет, руководителем большой гимназии. Он считал, что ее не надо называть православной гимназией. Она открыта для всех. И вот в этом плане как бы наш ответ – это тоже ответ как бы всему миру по возможности, а не просто какой-то кучки людей, которые будут там за забором очень четко вот все выполнять. Но это очень важный вопрос, спасибо за него. Спасибо. Вопросы, Qsimu, questions. Еще не уходите. Тогда я спрошу. Я вас не отпущу. Вот поскольку наша тема это творчество, вот с точки зрения психологии и христианской психологии, то есть что такое творчество, То есть в какой части психологии души это, как мы вообще его определим в двух словах? Или творческость, то есть как психологи к этому относятся? То, что сказал отец Алексей, что обычно творчество понимается как развитие таланта, приносящего успех. Творческое мышление и так далее. Но главным предметом творчества является жизнь человека. И дар свободы, по сути дела самый драгоценный и самый тяжелый дар, он побуждает нас к творчеству. Потому что жизнь не дана нам как идущая по рельсам. Каждый момент жизни требует от нас выбора, ответственности и терпения. Поэтому необходимо перевести понятие творчества в сущностную черту человека. Он не может не творить. Другое дело, что он творит и что он может натворить. Спасибо. 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 Спасибо.